Напряженная ситуация с тенденцией к росту заболеваемости, так оценивает эпидобстановку в регионе областной Роспотребнадзор. В Самарской губернии снова фиксируют больше тысячи заболевших коронавирусом в сутки. Выявили еще 28 случаев заражения новым шсамом омикрон. Неделю назад было 13. В семь раз увеличилось число заболеваний COVID-19 среди школьников. Вводить ограничительные меры, в том числе дистант, учреждения могут, если у детей и сотрудников выявили коронавирус, либо из-за гриппа и ОРВИ отсутствует более 20% учащихся. Губернатор Дмитрий Азаров поручил региональному Минобру постоянно контролировать ситуацию. Внимательное и бережное отношение, соблюдение всех норм и правил, контроль со стороны министерства за соблюдение всех необходимых режимов в школах может защитить образовательную систему региона от перевода на дистанционное образование. Мы видим, какое распространение идет инфекции среди детей и понятно почему. В том числе это связано с тем, что у нас дети не вакцинированы. Я думаю, что мы такой же рост в разы получили бы и по всему населению, если бы не были вакцинированы граждане страны, проживающие на территории Самарской области, ну и, конечно же, граждане иностранных государств, для которых мы также вакцинацию обеспечивали. Система здравоохранения отмечает значительный рост числа амбулаторных пациентов с коронавирусом 10 131 человек и пока стабильное, без существенного роста количество госпитализированных в стационары с коронавирусом и подозрением на него 2 190 пациентов. При этом выросло число госпитализаций детей в ковидные стационары. Запаса лекарственных препаратов достаточно и их продолжают пополнять. За прошлую неделю увеличился темп вакцинации. Было привито почти 33 тысячи жителей. В целом вакцинировалось более миллиона 600 тысяч человек. В область поступила и первая партия детской вакцины от коронавируса – 1920 доз. В ближайшее время их распределят между муниципалитетами. Предварительно регион направил заявку на 110 тысяч доз. Светлана Кудрявцева, События.